выше соли тут погулять сегодня 1 ноября кушаем рябину это у нас гранатовая рябина большая крупная смотрите какая очень прикольная рябина вкусно в отличие вот вот этой обычной дички тут дичку вот так вот если сорвете одну штучку попробуете съесть у вас перекорежит так что мама не горюй а вот здесь можно вон спокойно он кушать вкусно даже наслаждаться покажу внутри он такая мягкая сладкая как будто как это яблочко приятным кушать витамина ноябрь у нас смотрите газончик зеленый зеленый вообще все пофиг красота с газоном конечно круто и вот есть два вида газона есть вот у нас рулонная спортивный газон и есть обычный посевной вот люди там посевной типа дешевле и все такое вообще просто даже не сравнить рулонная просто наверное раза в пять круче вот этого посевного посевной он очень редки ну так сказать пляшивый с одной ну если проще и трава сама очень тоненькая и нежная и если например вы по газону посевном будете ходить то там будет прям видно землю чернозем и ноги будут мараться ходить также вы этот газон ну так сказать повредите ну в общем не очень а вот рулонный спортивный газон вот мы посадили здесь можно даже на машине заехать им пофигу а если пройдет там сезон и для два сезона и он там укоренится прям уплотнится то здесь вообще просто вон фиг пробьетесь и там мы когда деревья сажали копали данными сантиметров на 20 корня уходят и все и он просто безбашенный вот у людей бывает такая вещь они сажают вот посевной газон и в итоге они делают совсем другие выводы вот если одного человека спросить спортивным газоном как вы относитесь газону нравится ли вам и все такое и вот кто ну в общем спортивный посевной вообще разные вещи про одно и то же вроде будут говорить и вы сделаете неправильные выводы обязательно уточните у человека какой у него газон если у него посевной то он будет говорить какие-то возможно негативные вещи у нас здесь поселке есть и такой такой вот и зелени для красоты красоты посеял он так вот издалека ходит смотрит зелена красиво и все но но ходить там нельзя да единственное например посевной он как будто зеленее да он нервный газон и вот эта травка у него намного более зеленая что ли ярче потому что молодой ну тоненькая хиленькая не знаю в общем долго будете ждать это посевной надо сажать там где вы вообще не собираетесь сто процентов ходить вот если вы хотите вот как мы вот ходить и за на велосипеде и проехать там если нужно даже на машине заехать и чтобы газон пофигист ему пофигу на эту жару вообще все на все пофиг то это по-любому однозначно тысячи 1 1 процент это спортивный рулонный газон мне не будет он не будет тут уже вон несколько лет этот посевной газон есть нифига он ничего гуще не будет это совсем другая штука тут нужно сразу много вот этот рулонный газон он сеется прям плотником три года вы выращивается когда покупаете рулон он уже трехлетний и прям очень очень плотно а потом он у вас еще годик полежит срастается и вот этих полосок вы уже не видите такое ощущение что это он здесь всегда всю жизнь был и все и вот так вот на всю жизнь он будет здесь расти его не надо не меняет ничего то сам с ним делать но смысле там постригаете и все а так он превращается как вот можно пройтись в обычную вот как трава как будто так и есть и он всю зиму можно сказать вот такой ребята зеленый вот такой вот цвет будет но чуть-чуть вот эта зелень уходит такой желтенько маленькой есть но в принципе относительно того что вокруг вас там все серое зелени мало то газон вообще зеленый вы можете по нему ходить там в дождливые дни там любое время тут нету такого что ты походил потом перешел типа вот сюда вот так на плитку красиво чистую вот смотрите и у тебя будет здесь грязь там чуть-чуть есть вот это и не влажность вот из-за этого это влага грязи нету не будет а если вы посевной сделаете так пройдетесь у вас все на ботинках одна грязь будет вы так не сможете вот ходить не получится так что вот такой вот кайфовый газончик очень хорошо стелиться когда вот только молодые деревья высадили они как бы этот прикрывают землю и утепляют деревья готовят к зиме они не вымерзают из-за этого да многие делают как типа приствольный круг зачищает оставляют типа землю наоборот так не надо делать у нас деревья посажены и наоборот прям в упор все газоном заложено вот прям положите газон плотненько с деревом и дерево у вас будет великолепно расти никаких проблем если жаркие страны но вот этот круг можно делать как бы нужно чтобы там проветривала чтобы не загнивала но у нас не не будет там ничего загнивать нет не будет газон же живой как он это гниение там нету газона нету газон-то гниение нету трава растет корни растут все и он просто у тебя растет ты же поднимаешь газон там же нету процесса гниения гниение это когда это до листья или какой-нибудь то что погибает а газон-то он живой он растет и будет расти всю жизнь ему там погибать и тухнуть так что можете спокойно вот так обкладывать и все деревья у вас будут расти нормально вот посмотрите как пассивной газон спустя несколько лет первые два года вообще конкретно плешивы а потом уже стоит вот такой да и тут очень очень тоненькая такая трава прям мелко-мелко она идет но он смотрится так не знаю я вот сейчас оле говорю вот смотришь как будто лохушка фиг знает как будто лохушка какая-то газон такое дебильный какой-то клочьями какой-то такой весь вот смотрите разница допустим вот это обычная газон вот такой газон газон этот по зеленей конечно но он такой при этом да это только да но это такое четкий газон вот это лохушечный газон вот так себе мы тут соли сейчас шли дерево который нам нравится его короче хозяева постригли и вот в поле вот эти оставили и мы сейчас возьмем это все дело взяли уже просто поле увалялась что-то до этого думали подойти спросить чтобы отрезать а тут они все дерево постригли конкретно вот к зиме и все это просто валялась сейчас сейчас на черенку им и дома попытаемся вырастить побольше вот таких деревьев и вот здесь где-нибудь весной рассадим короче будем рассаживать и у нас возле дома тоже еще посадили дополнительно вот здесь где-нибудь тут еще добавим так что за зиму я думаю что вырастут смотрите какие прикольные офигенно везуха а вот так вот каждый череночек потом тут буквально один сезон и это уже более менее большое дерево а это продает минимум там по 1000 рублей вот эти если совсем небольшое там ну рублей 500 а уже большие какие-то деревья я знаю в рост оле ты еще рублей а тут он бесплатно валяется это еще то дерево который нам нравится что сейчас мы все дело подготовим и пускай зимой у нас он в горшках это сидел растет будет красота посадим здесь здесь где посадим сейчас мы подготовим здесь черенки мы еще так ни разу не делали в общем решили убрать вот эту лишнюю листву чтобы она сильно не напрягала основную ветку так и вот эти вот палочки соберем их закинем воду и попробуем чтобы они дали корешки подготовим потом еще у нас есть в горшке землей и вырастим за зиму а весной уже будем это все дело рассаживать возле нашего дома в поселке где-нибудь облагораживать посмотрим что из этого всего получится 3 ноября у нас на улице минус 2 солнечный свет я на прогулку хожу чудом дальше что там дальше ребята пишите это группа авария петь песню пела до солнечный свет и солнечный день я на прогулку выхожу чё-то там чего-то за имиджем слежу неплохо можно вот так вот ребята мы из тех времен тех самых короче на улице офигенно вышли в очередной раз погулять у нас все влоги такие типа мы ничего не делаем покушали погуляли поспали да ребята так и есть у нас много чего происходит но не все охота снимать я снимаю чисто вот когда по кайфу вот понимаете вот выхожу мне по кайфу и хочется это как-то зафиксировать вот мы выходим на улицу вот вчерашний день такой маленько туповато был знаете не тепло не холодно что-то вот какой-то сопливый день называю вот такие сопли жуйные дни да ни о чем должно быть или четко тепло или четко блин мороз все вот это мне нравится а промежуточные такие сопли жуйные блин лоховские дни не моя движуха вот в час вышел на улице четко понятно минус 2 холодно солнце светит все ты точно понимаешь что на улице происходит и все отлично идешь мороз по кайфу все а вчера такое не до мороз не до лета это и у людей кстати такая фигня есть есть сопли жуйные люди а есть четкие люди вот ты ли такой лисикой ты или лох или нормальный человек должен быть так что ребята выбирайте лучше уж там четко лохом быть или четким четким пацаном таким не то ни другое это не прикольно солнце так прикольно освещает у нас территорию наш зелененький газончик а мне кстати еще там коммент написали что ты чё типа бухает что ли у тебя рука так трясется вот нет ребята я снимаю на мой айфончик 10 и когда разговариваю вот двигаюсь вот как бы включается такая жестикуляция у армян это еще проблема с этим до армяне когда разговаривают очень много вот руками пытаются я не знаю это какая-то на генетическом уровне штука такая мы очень эмоциональная вот будем вчера ты блин чего вот это вот херня какая-то и вот руки начинают двигаться без твоего ведома вот у нас как только армянская музыка начинается слышь ты и у меня автоматически вот как бы я не пытался сейчас руку стабильно держать вроде как еще есть стабилизация на айфоне против армянского вот этого вот вот этого вот стабилизации не может американской стабилизации против армянского не стабилизация не работать вот эта штука ребята реально внедрена в генетику есть вещи которые чтобы вы не делали но если ну как бы вы к определенной к определенной там национальности принадлежите вот кровь там и там есть какие-то привычки вот как бы вы не старались как говорится один фиг блин это все будет проявляться вот это будет пробиваться и вы будете вот так вот двигаться жестикулировать это как индус когда разговаривает он такой джимми джимми у него голова двигается как-то они так вот так вот какие-то вот они вот такие тут у такого проблемы нету они не могут по-другому вот двигаться так что вот такая фигня и мне пишут что типа я алкаш что ли что у меня рукой вот так вот делается камера а у людей видите сразу ассоциация с алкашарством при том что я не бухаю я не курю да это пишет человек который сам бухает у него бывает вот это похмелье руки дрожат и все такое и вот он исходя из своего жизненного опыта и национальной составляющей делает такой вывод какой он сам типа наверное ты алкаш да а то что может быть я армянин и вот так вот разговариваю вот так вот все у меня происходит это как бы эта версия у него не проходит потому что он же не знает этих чувств жестикуляции вот этих вот кавказ да ты вот как бы двигаешься чтобы почему-то в россии все с алкашарством все что не возьмешься с алкашарством вот это надо вот так вот брать еще второй рукой вот так вот четко держать вот камеру двумя руками 2 поддерживаю и вот так вот медленно шевелить и вот когда разговаривать не двигаться но это такое тупое ощущение когда влог снимаешь ты хочешь вот двигаться что-то делать и как-то тебя обламывает это так что ребята я не алкаш я просто армянин такая вот тема вот как кавказцев там стабилизация херово работает эмоциональная нестабилизация все мы короче пошли гулять на улице офигенная погодка пойдем круга ля дадим и придем дальше ничего не делать у меня вообще это выходные сейчас по той причине что два канала заблокировали временно гребаные американцы были взломали мой канал гребаный google у которого херовая защита да это у меня папа короче принес у нас хамам и отец у меня несколько мешков собрал разные травы душица всякие там зверобои чистотел и еще вот эту забыл как она называется постоянно забывая это как штука из головы вылетела ну вы знаете короче вот да чё не знает это самораспространенная вот это знаете что за растение это просто пипец все должны знать и я постоянно просто забывая как она называется из головы вылетает с горечью связано далее полынь точно вот и это все мы в хамаме применяем сегодня тоже будем как раз в хамаме но запускать хамам берем разные травы ложим а у отца несколько мешков таких ну и у нас тоже есть вот он пришел свою личную собранную принес вот и у нас солей вот в этом году мы сделали беседку здесь полностью положили полы они также переходят вот как вы видите на улицу одна цельная ну как бы все одно единое идет вот так а вот следующем году у нас уже задача как-то все сделать уютно облагородить хотели сделать здесь вообще ну типа печной комплекс не буду никакого печного комплекса делать нафиг он нужен да да мы просто пришли к тому что не знаю сколько у меня есть знакомых никто не по не делают не пользуются этими печными комплексами да и я вряд ли буду пользоваться у нас есть вот такой гриль broil king называется здесь можно чего угодно делать также у меня есть тандыр и мы ими пользуемся и в общем они все мобильные вот просто выкатываются вон на улицу и вот все лето у нас пожалуйста разные виды вот этих шашлыков и чего угодно блюд и я заметил что мы зимой не пользуемся этим ну как-то не охота мне это все это этим заниматься больше у нас внутри дома задачи какие-то там работа заработок выходить что-то зимой здесь на холоде какую-то хернёй страдать что-то него не очень хочется в общем пришли к выводу что летом в принципе все это дело один фиг мы выкатываем вот сюда и шашлыки и все происходит здесь здесь даже если будет печной комплекс мне он нафиг не сдался я зимой здесь даже не приду не буду ничего здесь делать и сидеть здесь я не буду а летом здесь как раз таки хочется сидеть тут у нас есть всякие нафиг не нужные штуки вот ну это с первой квартиры когда мы вот этот диванчик нашего первого ребенка сына вот покупали до сих пор он у нас есть это с квартиры хороший стол мы стол в принципе хорошее дерево сейчас чем дальше жизнь идет тем вот дороже такие вещи ставят но это как бы ладно из дерева сделано это мы куда-то применим это мы его кей тоже покупали там тоже в принципе неплохой такой столик для всяких штучек хорошее дерево металл но пока мы делали тут ремонт дом закончили сейчас завершили на улицу вот это всю бетонную плиточную теперь следующий год задача у нас уже обустройство короче это все дело убираем отсюда вот это летом будет на улице и у нас есть дома диван большой вот оля предлагает диван сюда поставить да и тут как раз таки замерить да сколько шагов раз влезет короче диван у нас есть диван которому тоже тысячу лет но не тысячу лет сколько ему там лет в квартиру мы заехали купили да в принципе хороший диван ничего такого с ним нету но просто чуть-чуть там не вписывается у нас дома ну и короче оля сегодня предложила говорит давай диван вот сюда поставим потому что мы здесь хотим купить какой-нибудь ну что-то типа дивана до чтобы поваляться здесь летом да там и диван чуть-чуть попроще купим но не такой громоздкий потому что у нас там и нафиг он не нужно такой большой потому что у нас доме уже много всяких мест чего только нет это будет у нас как дополнительно летняя комната летний домик и при этом и здесь отдохнуть также у нас есть на кухне стол который очень хорошо вписывается стульями сюда коричневого цвета да и также мы его покупали но сейчас он нам не очень подходит олю хочет круглый стол в общем получается ребята такая история оттуда вот диван забираем ставим сюда буквы г он прям здесь прям по-царски зайдет и конкретно будет уют а вот сюда мы поставим вот этот стол с кожаными стульями и и все и вот беседка будет как квартира как отдельный дом в общем стол раскладной складной стульями плюс диван раскладной тоже складной и будет очень круто сюда можно зайти завалиться полежать за столом телевизор сюда повесим красиво все будет а здесь у нас я завел сюда воду здесь у нас офигенно все сделано вот подвод воды канализационную систему слив все тут и тут сделаем отдельно как типа барная стойка будет может быть этот стол останется здесь или сюда как раковину вот как небольшой тут небольшой нет нет наверх не можно даже если можно было не можно я не люблю когда таких местах что-то там вешают это превращается в гребаную кухню это все сразу я не хочу здесь ощущение вот типа я на кухне начинается вот этот нет 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 не надо ничего должно быть все чисто четко минимум да ничего тут не надо вешать здесь просто чистота должна быть да просто телевизор висит и все а здесь делаем местечко где у нас будет раковина вот чайники включить всякие штучки поставить ну такое там что-то достать ей будет офигенно здесь смотрите вот если сидеть это мы пока временно сюда затолкали тоже летом все вытаскиваем вот в ту сторону также у нас здесь панорамные вот эти стекла окна в пол это все сделали и там сзади получается у нас огород сад красота сосна растут чистый офигенный воздух будем сидеть наслаждаться смотреть так вот как круто смотрится да здесь прохладно летом когда пекло здесь очень прохладно и там у нас бронзовая тонировка вот как вы видите вот вот там вот бронзовая тонировка у нас на стеклах на везде такая тонировка идет вот такая штука отражается там внутри не так сильно видно так что там все обустроим можно будет сидеть и наслаждаться вот у нас беседка а туда уже мы купим отдельно диван и стол круглый по это отдельно здесь у нас сейчас хамамчик вот он будем да он видите вон зелень туда вот это уложим оттуда пар идет что сейчас похоже запустим хамам вот мы покупали еще в икее вот такие не в икее этот лерой мерлен такие вот стулья вода здесь может проходить и они прям четко вписались у нас здесь по маме мы летом на улице их ставили но они и сюда подходят я думаю что они здесь же и останутся на улице вы может еще какие-нибудь купим может такие же в общем здесь хорошо тепло до хамам это вообще офигенно штука такая прям заходите греетесь если вы замерзли состояние на душе херово включаешь хамам заходишь и тебя остается на лучшее дети даже иногда тихая сюда приходят и заходят туда когда просто вот работают да сейчас включены так учиться учиться и только учиться пойдем так вот ребята сейчас мы соли пойдем прогуляемся на следующий год вот здесь хотим вдоль посадить еще разные деревья возможно иргу посадим какой-нибудь зизифусы много чего у нас задумано мы уже все местечки где возможно используем уже последнее местечко тут ничего пока не сажали потому что нужно было сделать плитку и в этом году решили пока тут не заморачиваться до конца все доделать а потом уже чуть-чуть подсыпем земли еще в чего-нибудь посадим так что отсюда у нас вход в гараж вот такой вот ребята у нас дворик получился офигенно теперь вот классно ходить наслаждаться кайфовать все мы пошли короче гулять вот тут мы его сажали летом хорошо прям прирослась его плакучи на следующий год еще я думаю что хорошо прям вырастет годика через три тут будут висеть просто обалденные веточки это его сейчас вот идем на улице так хорошо минус 2 до офигенно такая обстановочка тишина спокойствие вот когда смотрите американские всякие там влоги типа где люди ну и здесь типа где люди тоже идешь вроде никого нету но мы здесь всех людей знаем где сколько есть людей какие количество там и количество там здесь очень много люди появляются в определенные часы это когда с детьми утром выходят гулять и вечером с работы когда приезжают и тоже идут гулять сейчас такое обед время никого нет вот это мы блогеры бездельники в любое время можем соли гулять до сих пор вот в россии не могут понять что блогерство это такая же работа а то и даже я зарабатываю больше на блогерстве чем многие люди ездят там на десять работ я зарабатываю больше чем люди ездят на север вот они уезжают оставляют семьи на севере там находятся пол сезона потом приезжают а я могу вот так вот снимать ролики но там много чего еще делать конечно но имеется ввиду в интернете вот блогерство чисто и никуда не уезжать так вот ходить позволит себе именно вот так вот жить и получается что я зарабатываю больше чем обычная стандартная работа может денег дать но блогерство не считается работой и люди этого но не могут понять очень часто такой комментарий типа хочу вы не работаете что ли вы бездельники что ли да классно же вот так вот бездельничать ходить ни хера ничего не делать как вам такая работа я даже когда за грамм паспорт продление надо было делать в этом году пишу там бумажку вот эту заполняет пошли короче пишем там ну там год квиточек взял сажусь девушка спрашивает заполняет анкету получение спрашивает где вы работаете пункт дошли я говорю видеоблогер ну ладно понятно видеоблогер работаете то где я говорю видеоблогер ну что это это работа что ли основная работа какая у вас я грузи диоблогер и она все такая как будто проснулась такая поняла что я не шучу так хочу мне вписать у нас горит в госуслугах такой графы нету я говорю пишите что хотите я видеоблогер я так зарабатываю вот а что написать пишите видеоблогер на ю тубе она в общем ничего не стала писать сейчас ягод пойду к начальнику и этот уточню идем от ту сторону там прогуляемся да это там с людьми не охотно в общем она пошла позвала свою начальницу то начальница пришла говорит вы где работаете видеоблогер он говорит ну давайте может впишем ну например там таксист я не надо мне вписывать таксист пишите блогер потому что вы говорю сейчас вы не будете паспорт давать а это фиксация идет фсб там потому что это ну во все структуры впишется что у меня за работа а если я поеду за границу и например меня спросят кем вы работаете я скажу блогер потому что я есть блогер меня спросите я не захочу обманывать я скажу как есть я блогер в этом везде будет прописано что там таксист или еще кто-либо придуманную чепуху какую-то напишет там любую до писали журналист это еще там 10 лет назад вообще там сказать что ты блогер они вообще даже не знаю что такое и вот этот кем работает папа журналисты журналист так берем интервью вот я журналист ну вообще лет пять назад официально вышло такое право что те кто вот если вы вдруг не знаете у кого больше 3000 подписчиков в социальной сети будь то там в контакте не только на ю тубе вы автоматически переходите в ранг журналиста это по российскому законодательству и все что вы например говорите в соцсетях и на ю тубе ли еще где-либо в случае если будут какие-либо судебные дела будут расценивать вас как журналиста но это как с вас будет больше ответственности нежели вы просто обычный человек имеете страничку там на своем канале так что знаете это ребята прежде чем чего-то говорить и писать подумайте 10 раз потому что если у вас в контакте больше трех тысяч людей вы являетесь журналистом из вас спрос намного больше это как спортсмена например у кого есть официальная бумажка что он является ну с мастером спорта за то что ну ваша рука или ваша нога является уже оружием а у обычного человека это по-другому будет расцениваться если спортсмен ударит и что-то случится это другая оценка сразу по судебным делам вот так что мы все с одной стороны как бы есть в действительности журналисты руки мерзнут блин так вот на камеру снимать конечно ограждена там нету это ветра да но еще плюс камеры чтобы звук пошли так что сейчас вот когда вписывают вот меня в итоге там вписали а начальница вот это в госуслугах позвонила уточнила еще куда-то там в уфимскую ну повыше она тоже не знала что вписать или в москву позвонила не знаю там и есть сказали что пишите как есть видеоблогер на ю тубе она пишет видеоблогер на ю тубе следующая графа короче там спрашивает а где этот все-то меня спросили забыл пикают были смысле сбивают идем быстрее там мусорка сейчас он мусоровозка едет адрес моей работы и и там опять вызывает короче вот эта мусорка ездит и у нас забирает здесь всегда чистенько типа где я работаю адрес официальный моя работа я игру америка youtube офис google и не гида что я буду сейчас писать и девушки зачем вы ко мне сели я гену вот вам будет опыт продвигает зигу чего ни разу не был да нет здесь вообще первый раз чтобы кто-то был блогером и загранник получал и говорил что он видеоблогер официально это я вам рассказываю насчет того насколько здесь в этом плане еще вот как бы россия отстала что нету профессия официальная как бы программистом но тут привычно что ты там какой-нибудь бухгалтер таксист не знаю в столовой работаешь что-то там делаешь это этих все профессии официальные да даже грузчик официальная работа а видеоблогер это все неофициально там что-то связано с программированием айти технологиями кем ты работаешь афиг знаете у них такие шары сразу типу что кто где пошла опять позвала начальницу вот эту она опять пришла гид что снова случилось я говорю девушка не знает вписать какой адрес где я работаю а где вы работаете на ю тубе какой у вас адрес я грудь тот самый адрес который адрес у google и где мы где-то этот адрес возьмем игра откройте интернет там написано google внизу написан адрес и что мы бум американский адрес сейчас вписывать весь игру мой работодатель это google что я вам придумаю офис у меня здесь где-нибудь в подворотне до google там улице там проспект октября там 15 дом до такой-то подъезд такой-то блин ну если такого нету что мне сделать пишите тот адрес какой есть в итоге знаете что сделали написали просто продублировали адрес не вписывали оль не торопись они написали один туда мы сходим на давай здесь прогуляемся еще раз продублировали просто видеоблогер youtube вот так кем работают видеоблогер youtube какой адрес у работы видеоблогер youtube вот так вот по тупому это все вписали и не стали короче вписывать какой адрес официально у google я спрашиваю почему не не стали вписывать но он говорит ну как мы в россии живем госуслуги это российская организация оль и мы как бы не имеем права писать какие-то иностранные адреса но игра чё айти программисты там могут работать в мире где угодно в общем сидели говорили говорили и потом за начальница говорит в уж извините что такая ситуация просто говорит мы первый раз с этим сталкиваемся и я не знаю вписывать вот просто честно не знаем что написать сейчас не то напишем на нас нагонят в общем вписали вот так так что исходя из этого всего мы бездельники категории такой работы пока нету видеоблогер это типа брехня какая-то и меня удивляет то что оценка важности работы дается не исходя из влияние твоего да на общество исходя из заработка например вот мое влияние на общество это намного выше динут соответствует даже как будто я какой-то дебют депутат потому что много людей и если я что-то говорю это влияет на мнение людей они могут другое мнение поменять вот это то же самое что я депутатом работаю а также я зарабатываю больше чем обычные стандартные какие-то работы и выходит что у меня в общем-то обычная нормальная зарплата с высоким статусом влияния и я не являюсь официальным на государственном уровне какой-то работой типа я занимаюсь брехней вот это конечно вот это говорит о отсталости пока что россии вот в плане вот интернета айти технологии программирования потому что люди не воспринимает это все дело серьезно вот так так что я пока что журналист вот у нас трактор который здесь в поселке нашим уборочку делает это наш собственный здесь трактор управляющая компания это офис на администрации нашего поселка здесь там же находится вот все люди здесь живут кто дворники вот уборка чистка вот если какие-то вопросы сюда он можно подходить там он написан со скольки до скольки кто до чё такой вот трактор который у нас здесь подметает чистит зимой снег убирает здесь всегда чистота и порядок тут информационный стенд у нас информационный стенд у нас где вписывается разная информация там коммунальные услуги какие-то вопросы общее собрание там и при этом заметьте никто не поджигает не чертит граффити тут нету никакого как у американцев там до обязательно засрут что-то зачертит такой фигни у нас не происходит здесь вот чистенько и аккуратненько в этом плане вот как бы тут уже есть и говорим про россию и америку например россия в этом плане намного культурнее и чище здесь люди по ответственней чистота и порядок ну и все такое у тех же американцев там могут там засрать там что-то зарисовать там здесь такого нету здесь все по понятиям по шеям тебе надают и все все вопросы какие законодательства какие жаловаться блин как дал по шеям разочек блин чтобы больше так не делал ну или куда пинка под зад блин в перепрыжку чтобы мусор забрал и ушел отсюда и все законодательство вот законодательство вот его вот тебе законодательство 8 смотрите вот приезжала тачка левая кому-то видите вот уроды вот уроды что делать а что они делали сигареты вон открыли и выкинули блин уж любки блин я сейчас вот иду смотрю не наши какие-то чуваки блин вот сейчас вернуться обратно если еще раз блин я им это в машину прям затолкаю придурки бля да вот видите вот вон сигареты это вся херня выкидывают и уезжает от привычка ублюдков тех людей которые вот не по понятиям да не вот засрут на гадят и уедут блин ты достал вам гребаная мусорка выкинь туда она я дождусь этих уродов приедут я им все рубли но прикол в том что они да не левые какие-то приезжают там какие-то работы выполняют уезжают блин достал упаковку сигарет выкинул до их жалко я вот не дошел когда они вот здесь до издалека шли такие моменты я всегда объясняю людям что так не надо делать не здесь не в нашем поселке потому что видите какая у нас чистота даже дети когда играют все знают куда нужно мусор выкидывать вот так вот засранцы всякие приезжают понятие искривлены и они могут себе подозрить вот такую вот херню делать видите здесь у нас нету плевков харчков говна нету заметили никто не срет блин посередине улицы чистота порядок а вот приезжают всякие ушлепки и вот такое херню делают потому что они по жизни такие ушлепки боли наш такая злость хоть садись на машину догоняй от хера чиху блин я шел такое позитивное видео снимал а сейчас у меня злостик замочить блин у меня иногда такое срабатывают я даже могу сесть догнать блин и втереть блин что такого не было а этим ребята отличается россия мы можем догнать если нужно на этом все у меня рука замерзла вот так вот вам блогерство да да все на это решил размножить нашу его кустарную кустовая очень красиво она очень прям хорошо и быстро разрастается зимостойкая быстро прям растет чем отрезал парочку тут веток сейчас сделать черенки поставлю воду на недельку на недельку до 2 я уеду в комаров а у меня и вы вырастет а потом это буду высаживать в землю в горшке перезимует весной уже буду вокруг дома в поселке все это дело высаживать они буквально там за год ну год-два вырастут сейчас я вам покажу какие у нас выросли за очень-очень короткий срок в прошлом году посадили небольшие саженцы в этом году вот так вот это все делал выглядит купили там что-то за 350 рублей небольшие три штуки и в итоге вот такая прошлый год зиму перезимовали и в этом году вот почти в два метра высоту внизу вот такая вот штука всего лишь посадили один маленький кустик они почти всю зиму вот такие вот зеленые весной чуть-чуть сбрасывают эту листву и потом буквально через пару недель опять появляются новые листочки и они опять весь год зеленые в общем вот это и пиво она круглогодично зеленая вот такой шарообразность до шаровидность она сама приобретает видите вот как плавает сегодня у нас 4 ноября на улице минус 5 сегодня вообще уже холодновато я вот там внизу несколько веточек вот отрезал сейчас вот их буду выращивать одну часть вот так нарезал поставил решил чуть по длине и оставить другие чуть поменьше вот так и еще у нас есть такая плакучий его еще таки решил маленчик в общем все эти сейчас прорастут и будем сажать и смотрите кстати прикольно так смотрите вот это кустовая на зеленовато это плакучий оранжево также у нас вот здесь вот полакучий оранжево вот в таком большом очень много черенки мы сделали вчера только будем тоже выращивать и рассаживать это все дело